Вот уже и независимые эксперты, публикующие свои комментарии на откровенно антикоммунистических сайтах, вроде АВА МД, начинают сомневаться, а если сегодня у ПКРМ политическая целесообразность в голосовании за Марьяна Лупу. Хотя еще совсем недавно те же эксперты активно выступали за это. Аргумент типа «не будет Лупу, будет ГИМПУ» не очень-то убедителен, как будто при Лупу ГИМПУ куда-то денется. Узаконивать праволиберальную коалицию, проголосовав за Лупу, это явно не историческая миссия ПКРМ. Ну, к примеру, антикоммунизм ГИМПУ на пользу его команде. Либеральная партия только получает дополнительную энергетику к своей идеологии, где антикоммунизм на первом месте. Но антикоммунизм ГИМПУ бьет рикошетом по тому же Лупу, что, вообще-то говоря, способно вернуть коммунистам то число голосов, которые он отнял у ПКРМ, возглавив Демпартию. Экс-спикер получил в своих руках золотую фишку, позволяющую ему не только войти во власть, но и определять сбалансированный политический курс нового руководства. Но Мариан Лупу безропотно отдал свои политические козыри Михае ГИМПУ, Владу Филату и Серафиму Урикяну, не посоветовавшись со своими избирателями. Они-то надеялись на другое политическое поведение своего кумира. Демагогически использовав в избирательную кампанию левую фразеологию и символы политической идентичности молдавского государства, а затем предав своего избирателя, Мариан Лупу, ничтоже сумняшись, требует от ПКРМ недостающие голоса для избрания его главой государства. А кое-кто подсказывает, нет, не 8 голосов, а все 48. Только тогда ПКРМ покажет, что она болеет за Молдову и благополучие ее народа. Да нет же, в этом случае и ПКРМ придаст свой электорат, который заявляет, что не хочет, чтобы его избранники голосовали за Мариан Лупу. И если фракция ПКРМ сделает такой шаг, это будет политической смертью этой партии. Если это произойдет, тогда левый политический спектр страны на долгие годы не сможет составлять политическую конкуренцию правым унионистским силам в Молдове. В том факте, что после всего этого руководства ПКРМ заклеймило Мариан Лупу, навесив на него ярлык предателя и посчитав для себя невозможным голосовать за него, нет ничего необычного и выходящего за рамки общепринятой политической практики, так как подобным же образом на месте партии Воронина поступила бы любая другая, уважающая себя и свои принципы, а также не желающая настроить против себя свой электорат политическая партия, независимо от того, на какие идеи она опирается. Вполне очевидно, что голосование за Мариана Лупу, пойди на него ПКРМ в нынешней ситуации, стало бы для этой партии ничем иным, как актом политического самоубийства. Кроме того, надо быть совершенно слепым и глухим, чтобы даже сегодня не видеть, насколько слабы и шатки позиции самого Мариана Лупу в либерально-демократическом альянсе за европейскую интеграцию, насколько мизерны шансы на то, что, став президентом парламентской республики Молдова, он сможет реально влиять на правое либеральное большинство в парламенте, имеющего своего полновластного спикера и своего же главу кабинета министров. После всего этого хочется о чем-то хорошем и чистом. Давайте о детях. Новый социальный центр для детей открылся в Кагуле. Реформы в Кагульском интернате начались несколько лет назад. Здесь жило почти 200 детей. Многих из них вернули в родные семьи. Естественно, после долгой психологической работы с родителями. Это очень трудный процесс, потому что ребенок был оторван от семьи. Он отвык от семьи, отвык жизни той, которая происходит в семье, отвык от того места, где он родился, отвык от той школы, где он ходил. Это очень трудный процесс и долгий процесс. Это не только готовиться к ребенку к тому, чтобы обратиться в семью. Это надо готовить родителей, чтобы они приняли его таким, каким он есть. Это надо готовить школу, в которую он должен пойти. Это надо готовить все то село или то место жительства, в которое нужно вернуться. Второй этап реформ. Детей из интерната в прошлом году перевели в обычные городские школы. Для чего? Ответ прост. Для того, чтобы они учились общаться со своими сверстниками, чтобы не чувствовали себя запертыми за забором интерната. И чтобы учились элементарно ориентироваться по местности, хотя бы по дороге из интерната в школу. Они нам очень понравились. Были очень дисциплинированными, очень послушными. Вроде бы и учились лучше немножко. Вставали, да? Да. Они, так видно, приучены с интерната, с начальных классов. Они умеют поздороваться, они умеют красиво обращаться, они умеют отблагодарить учителей. Старым помещением, где когда-то размещались учебные классы, нашли применение. С помощью спонсоров был сделан капитальный ремонт. И вот на этой неделе торжественно открылись новые светлые просторные корпуса. В них теперь живут 35 детей. Половина из тех, кто сейчас воспитывается в интернате. Ни учеба, ни поведение не стали главным фактором переезда в этот блок. В новых комнатах живут и те, кто учится плохо, и те, у кого поведение все-таки хромает. Братья с сестрами, сестрички не разделены. Они живут в одной квартире. Есть возможность старшей сестре ухаживать за младшей. Младшей немножко где-то поленится, покрутится, что есть старшая сестричка, которая о ней позаботится. Теперь мы старались, чтобы дети, которые живут в этих квартирах, были как-то ближе друг к другу. Это могут быть друзья, которые поддерживают контакт в нашей школе. Это могут быть дети с одного села, которые приехали и попали в интернат. И еще один очень важный принцип. Педагоги постарались разместить здесь девятиклассников. Тех, кто в скором времени покинет интернат и вступит в самостоятельную взрослую жизнь. И красивый интерьер, комфортная обстановка, в которых они сейчас проводят время, по замыслу должны стать своего рода планкой того, к чему нужно стремиться. И пусть это будет нижняя планка. Настя с удовольствием демонстрирует нам свое умение обращаться с пылесосом. Она родилась в многодетной семье. Девять детей. Родители в разводе. Естественно, элементарного достатка она не знала. Ну, ничего, да. Никогда не видела ничего подобного. Здесь я впервые увидела и пылесос, и холодильник, и стиральную машину. С пылесосом разобраться сначала мне было сложно. У братьев и сестер дома нет таких условий, как у меня. Я благодарна своим учителям. Девочки живут, как самые дружные сестры. Хозяйством занимаются по очереди. Сегодня дежурная по уборке в спальне Настя. А по кухне хлопочет Кристина. Другие следят за чистотой в ванной и в зале. В каждой комнате живут по четыре человека. У мальчишек, как и у девочек, тоже распределены обязанности. Илья главный по стирке. У каждого из нас есть свои обязанности. Утром, например, делаем уборку в комнатах. Один пылесосит, другой на кухне. Каждый отвечает за свое дело. Новый корпус, или как его еще называют официально, центр по размещению детей, находящихся в трудной ситуации, построен на деньги спонсоров. Причем жертвовали не только крупные экономические агенты и зарубежные доноры. Неправительственная организация Every Child в начале этого года начала масштабную кампанию по сбору средств. В крупных супермаркетах были установлены прозрачные урны для пожертвований. И люди не оставались равнодушными. Кто леем, кто десятью, помогали по мере возможностей. И вот он результат. У детей теперь есть уютный дом. Что нового? В первую очередь условия, приближенные к семейным. Плюс отношение персонала играет важную роль. Плюс к этому хочу сказать, что делается упор на развитие жизненных навыков этих детей. Когда они закончат интернат, они смогут быстро интегрироваться в общество. Лариса была героиней видеоролика, который призывал людей не оставаться равнодушными к их проблеме. Теперь пришло время слов благодарности. Хочу от всего сердца поблагодарить всех этих людей. Они вложили душу в этот проект. Они сделали все возможное, чтобы он был реализован. Впрочем, на этом преобразования в интернате не заканчиваются, потому как еще есть проблемы. После девятого класса дети покидают интернат, и многим жить попросту негде. На территории Когульского интерната уже началась новая стройка. Здесь будут социальные квартиры для тех выпускников, кто продолжает учебу и получает профессию. Или только-только начал работать, и пока снимать квартиру нет возможности. Социальное жилье будет предназначено для молодых людей в возрасте до 23 лет. Ирина Пивоварова, Александр Борейко. Специально для программы «Резонанс». Ну и напоследок. 12 октября исполнилось 12 лет программы «Резонанс». В условиях Молдовы, поверьте, это очень много. Со следующей субботы наша программа выходит в эфир в 20.00. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин